Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Лапкина на толкование блаженного архиепископа Феофилакта Болгарского, часть 14. Толкование на Евангелие от Луки 29-16. Смотри, те, кои говорят, что виноградник означает Писание, кажется, ближе угадывают смысл, как отсюда отказывается. Комментарий Игнатия Лапкина. Когда архиерей выходит с дикирием и трикирием, о которых в Библии не сказано ни слова, да будут благословены архиерей сие предметы, и возглашает Господи, посети виноград сей, для чего он это делает, что имеет в виду? В первую очередь, чтобы был благословенным виноград, ветви и кисти от корня до кожицы ягод. И если имеется в виду, что виноград означает непросвещенных Евангелиям людей, то, цитата, «виноград сей не обрезан Словом Божиим, виноград дикий, кислый, как говорит Библия». Более того, Слово Божие само называется виноградом, а его-то как раз и нет в храме, ни в ушах людей, ни в речи благословляющего. И в таком случае все остальное совершаемое и произносимое здесь может оказаться пустым звуком, вводящим всех в заблуждение. Смысл же этих слов может быть только один. Псалом 79, 15 «Божие сил, обратись же, призри с неба и возри, и посети виноград сей». Царь и пророк Давид искал благословения Господня, приносящим мир и благополучие Израилю. В наивысшей форме это явилось в пришествии Иисуса Христа на землю. Ныне же это более всего проявляется в проповеди, в благодати, обращающей сердца людей к небу. Священное Писание имеет такое свойство. Говоря о чем-то важном, оно приписывает свойства живого неживому предмету. Так, например, Библия соединяет жертвенник и жертву, от которой освящается жертвенник. Так что даже Кресту приписывается кровь Христа, Колоссянам 1, 20 «И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью Креста Его и земное и небесное». Бог благословляет виноград по Слову Создателя в такой мере и в такой насыщенности, что это благословение Словом Иисуса как бы пропитывает покоряющихся Ему и уверовавшие сами становятся живыми носителями Слова. Виноградник означает Писание. Толкование на Евангелие от Луки 23, 32, 38 «А изобретательный на зло не понимал, что это было знаком того, что сильнейшие из народов, каковы римляне и мудрейшие, каковы греки и наважнейшие, каковы евреи, войдут в Царство Иисуса и будут проповедовать Его». Комментарий Игнатия Лапкина «Царствием Божиим называется пришествие Христа на землю. Уверовавшие в Него и составляют Царствие Христово». «Усыновленные чада Божии получают великую власть от имени Иисуса нести благую весть». Иоанна 1, 12 «А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». «И самое главное право, которое стало и обязанностью у веровавших, нести слово благовестия в окрестные народы». Иоанн Златоуст непрерывно призывал к проповеди Евангелия, проповеди того, что его прихожане слышали в храме. Он говорил, что он один ничего не успеет, если слушатели будут безумолвствовать. Почему же русский народ к этому не был приучен сразу при князе Владимире? Почему пошли иным, неевангельским путем, в пустыни, леса, пещеры, о котором не сказано ни одного слова в Библии? Римлянам 10, 15, 17 «И как проповедовать, если не будут посланы?» Как написано «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Толкование на Евангелие от Луки 24, 25, 35 Сердце их горело, или от огня слов Господних, когда при изъяснении Господом они внутренне разгорались и соглашались с Его речами как истинными. Или когда Он изъяснял им Писание, сердце их билось и внутренне говорило «Сей самый, который изъясняет нам, есть Господь». Толкование на Евангелие от Луки 24, 45, 53 «Когда Господь умерил и успокоил сердца учеников, удостоверив их в действительности воскресения своего тела своими речами, дозволением осязать себя и вкушением пищи, тогда отверз им ум к разумению Писания». Толкование на Иоанна 2, 9, 10 «Под вином ты можешь разуметь евангельское учение, а под водою все предшествовавшие евангелию, что было очень водянисто и не имело совершенства евангельского учения». Толкование на Евангелие от Иоанна 2, 12, 17 «Также, если кто продает крупную и мелкую монету, то есть мнение и слово, и будучи учителем, но не предвидя пользы, не возвещает евангельского слова, то Господь опрокидывает и его стол, то есть звание учителя и учение, которое он по злобе удерживает, не давая его всем, между тем, как Господь Иисус отрешает такого от власти и посаждает на стол учительский другого достойного». Комментарий Игнатия Лапкина «Жизнь не может продолжаться без питания, но какими соками питается зародыш во чреве матери? Это зависит от того, чем питается она, его мать. Чревоношение плотского человека может закончиться смертью только в результате отравления от того, что ела мать. В духовном плане происходит то же самое. Если в храме нет живой проповеди, если вся сила деятельности уходит на совершение обрядности, богослужений и забота священника будет заключаться только в том, чтобы люди как можно чаще исповедовались и причащались, в то время как эти люди живут во грехах, то духовно роды могут и не произойти, а будет выкидыш, а если и родится нечто, то далеко не евангельское дитя». Пророки очень часто советовали обращать внимание на то, «Чем питаемся». Исайя 28.8 «Ибо все столы наполнены отвратительную блевотиную, нет чистого места». Блевотиной называется то, что не проходит естественным путем вниз, а извергается верхом, как у пьяного, говорит Иоанн Златоуст. И такого человека, который не строит свою жизнь на Евангелии, «Господь уподобляет именно блевотине». Откровение 13.16 «Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих». Теплохладностью душа делает себя отвратительной для своего Создателя и ни к чему не годной. «И Господь опрокидывает такие столы, очищая храм Божий от всякой нечистоты». Он сам дает средства очищения все выметающую проповедь Слова Божия, грозную и обличительную. Евангелие от Иоанна 15.3 «Вы уже очищены через Слово, которое я проповедал вам». Толкование на Евангелие от Иоанна 3.4.5 «Три погружения – знак тридневного погребения. Потом человек воскресает, выныряет, как Господь, нося светлую и чистую одежду не тление, а тление погрузив в воде». Толкование на Евангелие от Иоанна 4.12.15 «Так в оглашениях Анании Господь дал Павлу немного воды». Деяние 9.17 «Но эту малую воду учения Ананина Павел показал источникам, так что потоки этого источника от Иерусалима достигли до Иллирики». Толкование на Иоанна 4.31.34 «Учителям же свойственно и даже необходимо заботы о пище возлагать на других для того, чтобы самим, не развлекаясь, совершать служение Слова». Комментарий Игнатия Лапкина «Когда сегодня приходится беседовать со священнослужителями и убеждать их изучать Слово Божие и поступать согласно написанного в Библии и непрестанно учить проповедовать, они дают один ответ. «Я не умею, у меня нет свободного времени, мне некогда каждый день службы, требы, вызовы». И действительно, свободного времени у него совсем нет. Следует сесть за стол с таким неумехой и попросить его спокойно посидеть хотя бы пять минут. За эти пять минут на чистом листе бумаги вы успеете написать все, что он скажет, чем он занимается каждый день. Напротив каждого рода занятий нужно попросить такого трудягу выписать место Библии, которое подтверждает, что это занятие от Бога, что именно Создатель поручил ему этот труд и за это спросит с него, потому что Бог будет судить нас только по Библии, только по тому, что сказал Господь, а не по тому, что измыслили люди за двадцать столетий. В православии эта мысль не имеет никакой силы, потому что авторитет Библии равен нулю, а иногда даже отрицательный. Мы не баптисты, кто Библию читает, те все с ума сходят. Евангелие от Иоанна 12, 48. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Евреям 4, 12. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Ни на одно описание работы не появится ни одного места писания. А отсюда вывод, что осел был загружен под завязку чем угодно, но для Христа места не оказалось. Если священник будет делать только то, что предписывает Слово Божие, перестанет крестить безбожников, а будет их катехизировать, учить, перестанет причащать безбожников, а значит и отпадет надобность в служении литургии каждый день, как некоего магического действия, у священника уже появится полдня. «Сегодня батюшки занимаются чем попало, но только не служением Слова. Проповедь, научение Евангелию – вот основа основ для каждой души, и тем более священника. Когда Израиль вошел в обитованную землю, и она была завоевана, то приступили к ее разделу по количеству колен в Израиле. Ливийну же колену Бог не дал удела, не выделил отдельного района земли. Почему? Ответ только один. Они должны копаться, обрабатывать не землю и не в земле, но в Слове Божьем исследовать его, упражняться в нем, быть искусными в Писании. Бог освобождает Ливийна колена от тяжких земельных работ и от одиннадцати колен, дает им десятину всего, что они приобретут, и будут никак не беднее остальных во Израиле. Это же мы видим происходит и в Первоапостольской Церкви. Принято решение освободить проповедников от прочих занятий, чтобы они могли посвятить все время проповеди Слова Божия. Да будет так и ныне, если мы Церковь Божия, а не самоизмышленная религиозная организация, самим не развлекаясь совершать служение Слова. Толкование на Евангелие Теана 4, 35-38. «Если же апостолы жали сеянное в Ветхом Завете, то он не чужд Нового Завета, но оба суть один Завет». Толкование на Евангелие от Иоанна 5, 36-38. «И как вы не слышали голоса Божия, ибо Бог не имеет голоса чувственного, ни лица Его не видели, ибо Он не имеет вида и образа, так не имеете в себе и Слова Его, то есть Писаний, свидетельствующих обо Мне». Комментарий Игнатия Лапкина «Какой скорбью и укором звучат слова Спасителя против религиозных вольнодумцев. Господь разум своих противников вводит в жесткие рамки Библии, не позволяя уклоняться ни влево, ни вправо. Весь Ветхий Завет имел единственную цель – привести своих слушателей к Нагорной проповеди к ногам Иисуса в Доме Лазаря. А если этого не случилось, то человек прошел мимо, и знание Писания ему немало не послужило на пользу». Филиппийцам 1, 21. «Ибо для Меня жизнь Христос и смерть приобретение». Апостол Павел, иудейский раввин, получил откровение от Иисуса и сумел заново пересмотреть все свои знания. И за каждой овцой, за каждым авенцем, за всеми жертвоприношениями он вдруг увидел Христа распятого. Филиппийцам 3, 7, 8. «Но что для Меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою, да и все почитаю счетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». Толкование на Евангелие от Иоанна 5, 39, 42. «В вас не пребывает Слово Божие, то есть Писание, свидетельствующее обо Мне». Толкование на Евангелие от Иоанна 5, 43, 47. «Он говорит, написал, и Библия всегда у вас пред глазами, так что если бы вы и забыли, легко можете припомнить, и однако же вы не верите написанному, как же поверите моим словам неписанным». Комментарий Игнатия Лапкина. «Библия – это настольная книга для всех верующих христиан. Мы должны знать не только ее содержание, но должны уметь применить ее в нашей ежедневной жизни, в каждом поступке, событии, во всех изменениях. Если сказано, что душа по природе христианка, по первозданной своей природе, ибо по испорченной природе она язычница, то душа каждого человека, впервые услышав текст Библии, должна воскликнуть. Это как раз то, что искала я и нашла». Евангелие от Иоанна 10, 4. «И когда выведет своих овец, идет пред ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его». Иметь Библию пред глазами очень легко, поставив ее на видное место, как икону, но жить по ней, сверяться по ней, имея ее перед своими глазами, это возможно только тогда, когда любишь Иисуса, когда душу наполняет и любовь, и страх Божий. Тогда на каждый вопрос, возникающий в жизни, душа задает свой вопрос. «А что об этом говорит Библия?» «Этот светильник, этот маяк, этот рупор». И не просто свериться, а узнав, что говорит Библия, по любому вопросу, тотчас же с радостью отказаться от своего уже принятого решения и покориться Богу, согласно Слову Его. Так делали пророки, когда они желали своего и получали иное повеление. Они изменяли свой маршрут. Способны ли мы на это, можем ли проверить свою веру по Библии? Если бы сегодня создали специальную комиссию по расследованию, какой-нибудь центр реабилитации, составили анкету хотя бы из ста вопросов, которая определяет суть веры Христовой, то едва ли найдется пять пунктов, напротив которых недрогнувшая православная рука начертала бы. Это у нас точно по Библии. Дух Святой заповедует нам биться, бороться до смерти не просто за веру, но за ту, которую дал Бог, и параметры, которые четко определены в Библии. Филиппийцам 1.27 Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Библия всегда у вас пред глазами, так что, если бы вы и забыли, легко можете припомнить, и однако же вы не верите написанному. Толкование на Евангелие от Иоанна 6.45.47 Ибо недостаточно слышать, надобно еще оставаться и учиться. Комментарий Игнатия Лапкина С чего же начинать сегодня батюшкам, если они поняли всю трагичность положения в православной церкви? В первую очередь, они должны согласиться, что не имеют духовного рождения и должны родиться свыше, то есть от Бога, через Слово Его, и к этому же рождению приводить свою паству. Кого-то Слово Божие коснется, и эта душа останется, и с ней придется заниматься конкретно, проходя Новый Завет главу за главой по толкованию блаженного Феофилакта. И как бы ни соблазнительно было пойти обычной проторенной дорогой Акафиста в пение Кандаков, но все же следует признаться, что жизнь дает только Слово Божие. Если пастырь не рожден духовно, этой общине ничего не поможет. Может быть, будет трудиться на духовной ниве кто-то из мирян, но, как правило, священник сторонним наблюдателем не остается. Он сразу же начинает преследовать, гнать любителей Слова Божия, наклеивая им ярлыки. Бороться с таким пастырем не нужно. За него следует молиться, приглашать на свои занятия. Если же он ничего не осознает, Бог может просто его убрать. Сегодня люди боятся Слово Раскол, а его бояться не нужно. Иногда отделения, даже раскол, бывают полезными. Деяние 19.9. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тиранна. Главное, чтобы с исследователями Слова Божия был страх Божий и связь с епископом, который не является отступником. Двукратный собор, 15 правило. Ибо недостаточно слышать, надобно еще оставаться и учиться. Продолжение следует...